Где они? Паспорта. Куда я их поставила? Паспортом нет. Что с дела ты проворачиваешь? Что такое? Где ты был? Где паспорта? Все были в сейфе, но сейчас нет ни одного. Где паспорта? Спокойно, Нихаль, спокойно. Я не могу быть спокойной, понятно? Мне конец, я уничтожена. Не нужно сейчас же бежать за границу. Я не могу гнить в тюрьме. Ты не будешь гнить. Ни с кем из вас ничего не случится. Не нужно уезжать. Что за глупости ты несешь? Где паспорта? Доверься мне, я все решил. Решил? Хорошо, но как? Что ты такое говоришь? Мой... Мой папа умер. Мой папа умер до моего рождения. Даже могила есть. Нет. Эта могила принадлежит другому. Принадлежит одинокому бездомному, которого взяли из морга. Джевдет Ялчин? Джевдет Ялчин. Дочка, ты права. Пожалуйста, позволь мне, не прикасайся ко мне. Мой папа умер. Нет. Я не твоя дочь. Ада. Если хочешь, выслушай, что он скажет. Юсуф, что ты говоришь? Ты веришь в то, что говорит этот человек? Что здесь происходит? Что происходит? Я с ума сойду. Ада. Ада, дочка, выслушай меня. Я не твоя дочь. Я не бросал ни тебя, ни твою маму. Если бы все это не произошло, разве я бросил бы вас? Будь это сейчас, я бы отдал за вас жизнь. Этот сумасшедший и девочку с ума сведет. Если хочешь, мы не будем влезать между отцом и дочерью. На самом деле, ты прав. Они долгое время не видели друг друга. Пусть уж поговорят сейчас. Тогда где ты был столько лет? Когда мама из-за отсутствия денег не могла вылечиться? Где ты был? Где ты был, когда она умерла в нищете? Где ты был, когда я в шесть лет осталась совсем одна? Где ты был, когда человек, которого я называю дядей, превращал мое детство в ад? Где ты был, когда я продала свои мечты за три копейки? Раз ты мой отец, а я твоя дочь. Почему тебя не было? Почему не защищал меня? Я не знал, что ты жива, дочка. Ты ведь очень богатый. У тебя руки длинные, куда угодно доберутся. Совсем не интересовался. Я думал, что вы умерли. Отлично. Хорошо. Раз так, мы умерли. Совсем не говорил тебе, я пойду увижу их могилы. Столько лет. Совсем не интересовался нами. Пожалуйста. Не приближайся. Я не верю. Я не верю, что ты думал, что мы мертвы. У тебя как раз и семья была. Была жена и дочь. Думаешь, что я мертва была проще, чем исполнять отцовский долг, да? Дочка, пожалуйста, нет. Не понял меня, не выслушал. Пожалуйста, не обвиняй, не попрекай. Если бы я знал, что ты жива, ни за что бы не оставил тебя, дочка. Нет. Нет, я тебе не верю. Что бы ты ни сказал, не поверю. И... Почему человек будет называть себя мертвым? Почему он так поступает? Дочка, нет! Хватит! Я не хочу тебя слушать. С тех пор, как я узнала, я жду правильного момента, чтобы рассказать тебе. Что бы ты ни сказал, это не вернет обратно те слезы, что я пролила до сегодняшнего дня. Я читал в газете этот Хюнкар Балабан. Очень богатый человек. Он был раньше партнером Нихаль, а когда он умер, те забрали его деньги. А сейчас он ведь говорит, что отец... По этой причине Нихаль пыталась держать Аду подальше. У него есть деньги, а у Нихаль в 10 раз больше. Как? Они посягнули на деньги от Ады? Нет. Ты с чего это придумал сейчас? Как нет? Ты же сейчас сам сказал. Абсолютная ложь. Я ничего такого не говорил, дорогой. У тебя мысли запутались, ну... Даже если и так, откуда мне это знать? Смотри на меня. Если бы не Ада, я знаю, что с тобой делать, но ты молись, что эта девушка здесь. Ты чего взбесился на ровном месте? Смотри. Вот, хороший человек, лёгок на помине. Исуф, давай идём, не могу здесь больше находиться. Хорошо, хорошо. 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 Ты сразу так не расслабляйся, господин зять. Твоя Ада, девочка, отходчивая. Пусть сейчас пойдёт, переведёт дыхание, подумает. Потом прибежит целовать твои руки. Я её душу знаю. Всё-таки на моих руках выросла она. И разве? Подходит такому человеку, как ты, самому, Кюнкару Балабану, стоять вот так посреди улицы. Не смей больше прикасаться ко мне. Хорошо, дорогой. Как ты прикажешь? Мы скоро начинаем, дядя Ордем. Наши дела от тобой ещё не завершились. Никуда не теряйся. Как ты прикажешь, господин зять? Я нашёл такого богатенького зятя, как ты. Зачем мне теряться? Ты умри, и я умру, зять. Не нужно уехать, мать. Где паспорта? Тебе не нужно ответить по счетам перед тем, как уехать, Нихаль. А, вот и твой сын пришёл. Сынок, мама, что происходит? Хочешь объяснить всё сыну, мама? Нашего отца убила твоя мать. Ложь. А это доказательство. Ложь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ты можешь поверить? Столько времени спустя появился, встал передо мной и говорит, я твой отец Отец, видите ли? Я знал, Ада Знал? Ра, знаешь, почему ты это скрываешь от меня, Юсуф? Он не захотел, чтобы я рассказал, пока он сам об этом не скажет Как я тебе это мог рассказать, Ада? Поставь себя на мое место Отец, которого я считал мертвым столько времени, рассказал бы тебе и попросил не рассказывать мне? Ты бы смогла рассказать? Еще встал, говорит, мне Я тоже недавно узнал Человеку совсем не было интересно за столько времени Где могилы моей жены и дочери? Вот Я его совсем не интересую Он врет Не верь ему, сынок Он объединился с тем человеком и играет в игры Папа умер от того же яда, что вы отравили Ордема Аяза Ордем Аяз? Мама? У тебя есть на это объяснение, Нихаль? Я тоже так подумал Что происходит? Мерт? Нихаль Озбен Вы задержаны за убийство Ордема Аяза и Илдера и Маузбена Ложь! Он клевещет! Я не делала! Я не делала, господин офицер! Он лжет! Ордем очень доверял твоему отцу Твой отец был тем человеком, которому он доверял больше всех на этом свете И мы этим ядом начали потихоньку травить его И убили его Да, убили Ты обманул меня Ты обманул меня! Проворачивал дела за моей спиной Позор тебе Сынок Сынок Это твой отец сделал, я не делала Ты сделал Мама, я ни в чем не виновата Отпустите Я не виновата, отпустите Мама Ты сделал Все из-за тебя Кто ты такой? Как человек может забыть лицо того, чью жизнь забрал Нихаль? Эрдем? Эрдем Нет 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 Мама, не переживай, я спасу тебя Не может быть Вы поплатитесь Все вы заплатите за это Я так много мечтала о нем Столько мечтала Но Я не думала, что узнать о том, что он жив Будет больнее, чем думаешь, что он мертв Это оказывается совсем разная боль, Юсуф Я раньше никогда такого не переживала По-твоему, пройдет? Я не знаю, пройдет ли Но со временем станет легче, да? Даже боли от смерти проходят, только посмотри Может, и боли от жизни пройдет Но, возможно, если ты простишь, пройдет еще быстрее Не буду Не прощу, Юсуф Если я его прощу, мамины кости будут болеть в могиле Хорошо? Хорошо, не прощай Не прощай, но Знаешь, что он хороший человек Посмотри, что он сделал ради нас То, что он пережил Я своими глазами видел, как он сходил с ума, когда тебя похитили, а да Тогда он мне и представился Не смотри на меня так злобно, я говорю правду Если бы не он, возможно, мы сейчас не были бы вместе Я ни за что не давлю на тебя, чтобы ты простила Но, я думаю, будет хорошо, если ты выслушаешь его Я выслушала то, что нужно было, Юсуф Отныне ничего, что сделает, скажет тот человек, не изменит моего мнения Я никогда не прощу его И никогда не буду считать его своим отцом Потому что мой отец умер Потому что мой отец умер до моего рождения Как и написано в мамином письме То письмо мне вернул ты, Юсуф Вспомни же Как мы договорились, отныне фирмой будешь управлять ты, Мэрт То есть ты не будешь платить за грехи отца, не переживай Благодарю Ничего не вернет того, что я потерял Я это знаю По крайней мере, не халь наказана А я спешу это на годы, что провел вдали от дочери Что ты за человек? Как ты с нами поступил? Каждый получит по заслугам Моя мама, ты это понимаешь? Справедливость, даже если поздно, восторжествовала Нехаль там, где должна быть Что ты говоришь? Я говорю справедливость, братик Женщина, которая убила нашего отца, наконец наказана Я всем вам покажу С вас всех спрошу за это Себя, Сады, Сьюсуфа Всех вас Может, и мне пойти поговорить с Адой, папа? Нельзя, дочка Я видел в ее глазах Она не простит меня По крайней мере, я хотя бы попытаю удачу Расскажу ей правду Очень сложно Ты не сможешь Ада Слушаю Поженимся завтра Как? Завтра? Да Устроим врагу, да? Ты серьезно, Юсуф? Да Хорошо Но с одним условием Был ведь поселок из твоей мечты Поженимся там А раз мы начинаем новую жизнь Тогда поженимся там Договорились Тогда Завтра с утра пораньше выезжаем Субтитры создавал DimaTorzok Я люблю тебя Я люблю тебя Я люблю тебя Господин Мерт Госпожа Нихальпа Такими обвинениями не сможет выйти Это невозможно Отлично А что будем делать с тем, что написано в завещании? Как вы помните, был пункт о том, что во главу фирмы Встанет тот, у кого впервые родится ребенок Вот это и есть то, о чем я на самом деле хотел с вами поговорить Я хочу, чтобы вы подготовили брачный договор Госпожа Налян знает об этом? Однозначно не будет знать Я хочу, чтобы вы немедленно подготовили договор Потому что помолвка состоится скоро А после рождения ребенка я хочу развести сразу же До того времени я буду терпеть, Налян Но после рождения ребенка я сразу же хочу избавиться от этого Я смог объяснить? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы довели меня до такого состояния Вы поплатитесь жизнью за то, что сделали со мной Все вы Наш последний взгляд на Стамбул У нас будет еще много прекрасных воспоминаний Моменты, когда мы не будем вынуждены думать друг о друге Ждать друг друга Потому что мы всегда будем вместе Ты будешь и в моих мыслях, и рядом со мной Навсегда Я так счастлива Очень боюсь, что произойдет что-то плохое Не бойся Ничего не произойдет Субтитры создавал DimaTorzok Не нужно прятать, Хюнкяр Я и так знаю, как годами ты по-особенному прячешь эту фотографию Ты не говорила мне Я должна бороться с женщиной, которая умерла И я знаю, как сильно ты ее любишь Потому что я тебя так полюбила Зайнеп Я остался жив благодаря твоей любви Благодаря твоей любви я дошел до сегодняшнего дня Я всю жизнь не смогу оплатить себе за это Ты не оставил Джамре без отца И так оплатил весь долг Зайнеп Отдавая весь мир одной дочери Я разрушил мир другой Пусть лучше не будет совсем отсутствия, чем будет такое Хюнкяр Адам Субтитры создавал DimaTorzok Наш папа сказал Что я смогу найти тебя здесь Ада, я тоже не знала Знаешь Я с самого рождения всегда хотела, чтобы у меня была сестренка Прошло 20 с лишним лет, но и пусть Я очень счастлива, что у меня есть такая замечательная сестра, как ты Я не терпела Хотя теперь мы будем проводить больше времени вместе, но Не выдержала Но мы завтра уезжаем Куда? Поедем с Юсуфом в одно место за пределами Стамбула Ну и пусть Я, чтобы увидеть тебя, и туда приеду Итак, через месяц у меня ежегодный отпуск И вы в доме только к тому времени обустроитесь А я приду в готовый дом Конечно же Если вы захотите меня Конечно же захотим Мы ведь захотим, да, Юсуф? Кажется, у нас нет другого выбора На меня смотри, зять Я знаю, где твои швы, так и знай Будь очень счастлива, сестренка Спасибо, сестра Юсуф Смотри Ты знаешь, что я очень поздно нашла свою сестру Поэтому она отныне самый ценный человек для меня Следи за ней, как за Деницей Ока, хорошо? Можешь не переживать Пусть до моего приезда не будет похищена Пусть не будет выдано замуж насильно Если возможно, пусть не умирает Тогда я переживать не буду И мы будем ладить Идем, тебя еще раз обниму Папа? Папа? Папа, кольцо? Кольцо Ады осталось у меня Они из Стамбула уезжают Что я буду делать? Как отдам? Куда уезжают? Папа не уезжает из Стамбула Но я должна срочно отдать им это кольцо Что мне делать? Позвони коты Дай бог, они еще не уехали Постой, позвоним Теплые булочки Теплые булочки Не отвечай, Юсуф Пожалуйста Разве мы не собирались Оставить всех и все позади Оставить всех и все позади, уезжая из Стамбула Я больше не хочу никого и ничего Только ты будь рядом Поэтому, пожалуйста, не отвечай Хорошо Не отвечаю Не отвечает Дай мне его номер Держи Слушаю Юсуф, это я, Джимре Джимре? Где вы? Мы вышли в путь, Джимре Стойте, стойте Немедленно сверните направо Потому что я должна вам кое-что отдать Джимре хочет нам что-то отдать Говорит подождать ее Хорошо, пусть приносит Хорошо Я отправлю тебе адрес Хорошо, отправляйте и еду Давай, папа, поехали Дочка, Давид не захочет меня видеть Папа, не глупи Я говорю, пошли Давай Приятного аппетита К добрули А что? Я не могу приготовить завтрак отцу моего ребенка, Мерт Ты обычно не делаешь такие вещи Хочешь завтрак своим ногам Значит, ты совсем не узнал меня, любимый Поешь и вот этот сыр Который Вот этот Я недавно купила Кстати Я послушала ваш вчерашний разговор с адвокатом Я не знала, что ты так сильно хочешь избавиться от меня, Мерт О чем ты говоришь? Я лишь говорю Сначала доешь Приятного аппетита Я этого не позволю, Мерт Не так легко от меня избавиться Ты должен был узнать меня до этого времени Теперь это не имеет никакого значения Потому что я избавляюсь от тебя Боже мой Налян Что ты в это положила? Завтра во всех журналах будет написано, как жизнь Мертелсбена подошла к концу Вот и случилось то, что ты хотел Теперь ты спасся от меня Поздравляю, малыш Все богатство твоего отца осталось тебе Поздравляю, малыш Ты уронил в тот день кольцо А я забыла отдать А да Есть кое-что, что ты должна знать об этом кольце Что это? Это кольцо мне удал твой отец Забери это Я ничего от тебя не хочу Просто держись подальше от моей жизни навсегда Как я смогу держаться подальше? Я твой отец Ты не мой отец Ты не тот человек из моей мечты Ты не тот человек, о котором мама рассказывала с любовью Тот человек умер А ты никогда не существовал А да Рюзгер Не смей совершать идиотизм, о котором пожалеешь Рюзгер, не смей Я не смогу делить тебя с другим, Ада Не бойся, Ада Твой любимый не умрет Он не умрет в Стамбуле Каждый раз, когда он будет закрывать и открывать глаза Пусть испытывает одну и ту же боль, что я Рюзгер Забирать душу – это тяжелый груз Это ни совесть, ни сердце не выдержит У меня больше не осталось ни того, ни другого, дядя Ардем У тебя впереди огромная жизнь Не губи себя и их не губи Рюзгер Отец! Папа! Оставайся с нами Ты будешь в порядке, папа Папа! Папа! Папа, оставайся с нами Папа! 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 Два года спустя Пришла индейка? Поставим сюда Спасибо Приятного аппетита Девочки Вы не идете? Стол готов Идем Ну как, индейка? Очень красиво получилось Правда, ведь сладкая Очень красиво получилось Но как и каждый год в этом году Мой салат звезда стала Боже Конечно же Юсуф Вы не идете? Юсуф Мы пришли Сынок Эрдем Ты начал ходить? Идем, сынок Идем, идем, идем Идем, идем, идем Идем-ка сюда Да, вот так Мамин сыночек, молодец Хорошо, хорошо, сынок мой Ты посмотри на него, посмотри Сыночек Сыночек Я тоже рано начал ходить Он пошел в отца Конечно же, это был маленький шаг для человечества Но большой шаг для нашей семьи Родной мой Иди сюда Иди сюда Молодец Он сказал, папа? Нет, он не говорил, папа Сейчас? Я не слышала Как это? Он же сказал, папа Ну ты заладил Папа да папа Папа да папа Сказал, папа Ты сказал, папа Давай еще раз Я съем тебя Что здесь происходит? Что это за шум? Дедушка мой сын сказал, папа Сказал, папа? Боже Я не слышал Ты так сказал, сынок Может быть, он сказал дедушка Ты сказал дедушка Или же сказал папа Он сказал папа, сынок мой Вы же слышали Он сказал папа Ладно, пусть на этот раз будет Как ты скажешь А да, я пока укладываю Я давала Эрдема спать Клянусь, еще бы немного Я бы уснула сама Папа Давление, холестерин Все, что у тебя есть Сейчас воскочило Не заставляй нас этим возиться Оставь, я хоть этим вечером Что-то поем Папочка Смотри Я для тебя приготовила жизнь Моя, можешь передать артишоки? Приготовила артишоки Они очень полезны при сахаре И холестерине Поэтому ты теперь будешь есть это Неси сюда Из твоих рук я съем что угодно Я знаю, ты сам Я справилась Смотри Наконец, твоя дочь стала Самым счастливым человеком На планете У меня теперь есть теплый дом Семья, полная любви Пусть твоя душа Обретет покой, мама Твоя дочь Наконец, справилась Быть счастливой Жизнь моя Ты превратил все мои мечты в реальность И ты майада Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok